ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ К слову, их деятельность она назвала как «пустое сотрясение воздуха». А себя обелить она поспешила тем, что организовывала наблюдения на выборах и не ходила на митинги. Сухие факты говорят немного об обратном. Альтернативный подсчет голосов говорит о том, что за Букаева якобы проголосовало несколько тысяч человек, а за Тухжан Хожале лишь несколько сотен. Однако подконтрольный ей фонд «Хак» был уличен в подделке протокола участковой избирательной комиссии, и фактическое количество голосов за нее может быть и меньше. Про спонсорство есть вопросы к самой Тухжан, ведь подделка такого протокола как минимум административная, а скорее всего уголовное преступление. Однако, в отличие от некоторых, Тухжан Хожале ни одного дня не просидела в камере, и даже угрозы этого ей не было. Скорее всего, под этой иронией скрывается борьба между некими спонсорами, которые на самом деле стоят за спинами самой Хожале, Абилова, Букаева, Мамая и всех других. Ведь после завершения электорального процесса количество новостей от указанных лиц сошло на нет, за исключением отдельных вещей, как заражение гепатитом А Жанбулата Мамая. Но все же, кто же стоит за Тухжан? И когда проект Кожала Хак вновь достанут из своих карманов сильные мира сего?